Здравствуйте! С вами бизнес-фея Яна Матвечук. Это канал Бизнес-Арена. Мы говорим правду о бизнесе в Украине. Рекомендую подписаться прямо сейчас на канал Бизнес-Арена, потому что Дмитрий Потапенко с нами в эфире каждую неделю. Ставьте комментарии к этому видео и самые интересные комментарии я задам в эфире Дмитрию. Получим на них, естественно, самые откровенные и интересные ответы. Дмитрий Потапенко, российский предприниматель, экономист, оппозиционер. Дмитрий, здравствуйте! Добрый день! Дмитрий, хочу уточнить ситуацию с телеграмом, потому что у нас сейчас очень много новостей на эту тему. Вот у нас, когда блокировали ВКонтакте, заблокировали буквально за два дня. Сейчас, смотрю, у вас в блогах, в новостях, в наших украинских тоже пишут, что звонки в телеграме не работают, а вот сообщения работают. Как у вас сейчас работает телеграм? Ну, значит, смотрите, разница все-таки между ВКонтакте и Телеграмом, она принципиальна. Значит, она принципиальна именно с точки зрения техники вопроса. Значит, когда ваши власти развлекались, скажем, с ВКонтакте, то ВКонтакт, который перешел под управление одной из групп наших инвесторов, он был, в принципе, достаточно серьезно изменен. То есть, в нем самой по себе не было защиты, как таковой, от блокировок. И разница все-таки ВКонтакте и в Телеграме, она в том, что, если говорить о ВКонтакте, то это, по сути дела, централизованный реестр или централизованный серый. Принципиальная разница Телеграмы, в чем его уникальность и в чем респект Павлу Дурову, в том, что это то самое, когда мы говорим о блокчейне, это та самая технология, которая применена именно в Телеграме. То есть, это распределенный реестр. Сразу могу сделать ремарку, потому что очень много на эту тему хайпа и там, как бы, инсинуаций. Значит, технология блокчейна или технология распределенного реестра существовала всегда. Я это говорю как инженер-конструктор-технолог радиоэлектронной аппаратуры. Могу сказать, что распределенный реестр можно было сформировать и 10, и 20 лет назад. Значит, разница заключается только в одном. Если 20 лет назад сделать распределенный реестр и верифицировать какую-либо транзакцию было достаточно проблематично, потому что программное обеспечение и железо, которое существовало, сводило бы эту транзакцию достаточно нудно и долго, именно за счет того, что быстродействие было низкое, программное обеспечение было громоздкое, ну и далее везде. То сейчас почему по технологии блокчейна вышло, скажем, на первой позиции и некоторые ее называли новым интернетом. Ну, новым интернетом его можно назвать, но это с большой натяжкой. Это всего лишь технологии. Так вот, технология блокчейна вышла именно потому, что скорость существующего программного обеспечения стала более шустрой и металлолом, который, в общем-то, стал кратно шустрее. И поэтому сводить примитивные транзакции стало, в общем, выгодно на распределенном реестре, при этом не занимаясь верификацией, то есть подтверждением достоверности той или иной операции. Это подходит для таких медленных операций, как не покажется странно, ваши платежи по причине того, что ваши платежи, ну, в общем, скажу честно, с точки зрения существующей там многомерности вообще измерения во временных параметров, это, ну, такое, знаете, такое медленные эстоунцы, такие вот медленные эстоунцы, потому что вот быстрыми операциями это являются, например, научно-исследовательские вещи, когда исследуется там поведение атомов, поведение кварков, то есть вот все вот это и вся эта история, она для нее как раз распределенный реестр именно при наблюдении неудобен и невозможен по причине того, что транзакции быстрые и верификация, то есть подтверждение каждой транзакции будет затруднена. Вот уже последующее архивирование, да, возможно с помощью технологий блокчейна. Поэтому вот эти две принципиальные разницы между ВКонтакте и Телеграмом, который помимо там различных всяких фич создания бота, который может отвечать на стандартные вещи, это можно тоже делать и, конечно, в других мессенджерах, но существенно затруднено. Самое в первую очередь, что он построен на технологии блокчейн, поэтому наш Роскомпозор, который мы так его обозвали, в общем, как бы не пытается заблокировать Телеграм, то несмотря даже на то, что большая часть людей не применяет VPN, то бишь там прокси-серверы, анонимайзеры, которые возможно сделать, то Телеграм достаточно стабильно работает. У него есть некоторые там ограничения по функциям, иногда он не воспроизводит картинки, но в целом то противостояние, которое сейчас есть между Павлом Дуровым и Федеральной службой безопасности через прокладку господина Жарова, то бишь Роскомпозор, оно пока идет в пользу Павла Дурова, но сейчас смогу, вот если говорить о позициях двух противоборствующих сторон, они, конечно, достаточно патовые, патовые в той части, что ни одна из них не может не отдать пяде назад. Значит, для Павла Дурова нет никакой возможности, по сути дела, ему проще пожертвовать всей русскоязычной аудиторией с точки зрения, если вдруг будет реальная блокировка и жесткая блокировка, то он будет вынужден пожертвовать этой ситуацией. Другое дело, что он, конечно, прилагает массу усилий именно своих программистов, которые вшивают в коды, соответственно, возможности, элементы, скажем так, прокси-серверов, которые, в общем, позволяют уводить, в общем, не давать блокировать, если упрощенно говорить. И, с другой стороны, позиция Федеральной службы безопасности, которая, в общем-то, уже закусилась достаточно конкретно, и она тоже не может дать отступного и, соответственно, сказать, что нет чек-трак, мы в домике, потому что мы получили решение суда, решение суда надо исполнять, и мы исполняем это решение суда. Поэтому вот говорить о том, что быстро могло бы произойти, нет, оно быстро не произойдет, и, скорее всего, эта патовая ситуация, она будет такая, сейчас это уже перешло из такой стратегической, в такую тактическую войнушку, где выиграет тот, кто меньше совершит ошибок. Так что вот такая позиция сейчас с Телеграмом. Ну вот у вас все-таки он работает, но со сбоями, я правильно понимаю? Нет, он, ну, единственное, картинки просто не воспроизводит. Понятно. То есть, ну, смотрите, дело в том, что здесь еще очень немаловажный такой, не экономический, а очень социальный вопрос. Дело в том, что в связи с тем, что официально у нас запрещены VPN-сервера, и у нас запрещен, по сути дела, Телеграм, это законом, это привело к тому, что сейчас, там, ну, люди, которые им пользуются, а это по разным оценкам от 10 до 14 миллионов, осознанно пошли на противостояние с властью. То есть, власть создала сама себе такую оппозицию, причем из самой же себя, потому что Телеграмом пользуется большое количество чиновников, пользуются в том числе и сами спецслужбы, потому что видят в этом, там, и шифрование удобное, и как юзабилити очень удобное. Поэтому здесь очень важный и социальный момент, что власть сама же против себя настроила верхушку власти. А если они им удастся, как говорится, блокернуть в официальном масштабе, то это создастся такой элитарный мессенджер для русскоязычных, потому что все-таки, если вы вспомните, то основной потребитель мессенджера, который выводили, это была все-таки Корея. То есть, это были вообще корейские корни. И поэтому сейчас аудитория мессенджеров русскоязычная, она не более 10%. Значимая эта аудитория? Да, значимая. Можно ли ей пожертвовать в этом противостоянии? На мой взгляд, да, можно. То есть, вообще реально, чтобы Роскомнадзор действительно смог технически это все заблокировать, Телеграм в России? Это крайне проблематично, потому что сейчас они бомбят Воронеж, как это мы говорим. То есть, они грохают пачками IP-адреса, там, Амазона, Гугла, они грохают пачками, там, многие интернет-магазины. Ну, то есть, это такая масса, массовая истерия идет. Другое дело, что это, конечно, не достигнет поставленной цели. Еще раз повторюсь, что это связано, в первую очередь, с самой технологией распределенного хранения. Он изначально был зашит именно так, что это вот именно так. И, скорее всего, там подключены, я не занимался элементной базой, то есть, я не смотрел сами коды, но я думаю, что там применяются в том числе и динамические IP-адреса. Поэтому я думаю, что Роскомнадзор даже если очень сильно постарается, но это надо очень сильно поупираться и сандалить существенные ванки, чтобы блокернуть его, то есть, овчина выделки не стоит. Я в Фейсбуке нашла несколько сообщений, где люди пишут, что вот, вообще, этот хайп вокруг Телеграм, большая вероятность того, что этот Дуров вместе со спецслужбами это все придумал, чтобы поднять значимость Телеграма для русскоязычной аудитории, но в то же время, чтобы все им пользовались потом, якобы он не даст ключи, а ключи уже давно у ФСБ есть. И у людей вот бдительность приспать, и Телеграм популяризирует. Ну, смотрите, значит, касаемо безопасности, коллеги, милые мои хорошие, значит, по поводу безопасности, значит, есть четыре степени безопасности, когда вы наивно считаете, что ваше сообщение никто не прочитает. Значит, первая безопасность – это безопасность самого программного обеспечения, вторая – это безопасность передающего устройства, третья – безопасность вас, как лица передающего это сообщение, четвертая степень безопасности, это безопасность вас окружающих на пальцах. У вас может быть офигительно классное программное обеспечение, но если у вас стоит программа шпион, то любое нажатие на клавишу, соответственно, выдает эту информацию, и даже если адресат не видно, куда вы отправляете, но видно, что вы получаете или что вы отвечаете, то путем перекрестного анализа можно вычислить, с кем вы переписываетесь и какой текст. Это первое. Второе. У вас может быть офигительно защищенное устройство, у вас может быть офигительно защищенное программное обеспечение, но вы, извините, трындите не по делу и не там. То бишь, это ваша безопасность, когда вы, что называется, языком трепетесь не по делу. Здесь никакое устройство вас не спасет. Предположим, что у вас устройство замечательное, программное обеспечение замечательное, и вы рот на замок держите. Это все, конечно, прекрасно, но на сегодняшний день у вас сидит по другую сторону камеры оператор, который, по сути дела, видит все действия у вас на клавиатуре, и он снимает всю эту информацию внешне. Это как минимум четвертая степень безопасности, поэтому любое заваливание безопасности в этой части вы получите и распишитесь. Когда этим занимаются дети, они наивно думают, что детишки, которые нас любят периодически побарабанить всяческую смс-фигню или какие-нибудь сообщения гадские, если они думают, что они прямо такие невидимые дети. По IP-адресам даже я могу найти адресат, что говорить про спецслужбы, причем это уже не год, не два, а лет пять-семь. Детский сад, штаны на лямках. Коммерческая разведка существовала еще, как только появилось первое предприятие. Всегда, что делает контрагент, в каком он состоянии, досье на него всегда было, есть и будет. Если вы этого не умеете делать или вы этим не занимаетесь, и вы пользуетесь только так называемыми открытыми источниками, ну мне у вас искренне жаль. Ну да, мне юрист говорил, что за тысячу долларов можно, в принципе, любого человека прослушивать, просматривать и получить даже на это официальное разрешение в Украине. Ну, технически можно, да, но в России-то дороже, потому что все-таки надо договориться с мусорами, но технически прослушивать можно, да. Другое дело, что если человек понимает, что все, что он говорит, ну то есть если он языком мелет по телефону и он не понимает, что он делает, ну потому что я сразу могу сказать, если вы договоритесь и хотите договориться о чем-то, а первое, вы оставляете мобильный телефон минимум в радиусе трех километров и вообще все передающие устройства в радиусе три километра от предполагаемой точки звонка, я подчеркиваю слово звонка, после этого пользуетесь обычной проводной связью, то бишь телефоном, который работает по карточке или самое оптимальное, звоните через какого-нибудь ресторана-бара, просто пользуясь их городским телефоном, звоните на заранее обусловленный телефон другого бара или ресторана или стационарный телефон, после этого вы договариваетесь о какой-то точке, если у вас есть такая необходимость и вы понимаете, что за вас пасут, то ваши телефоны должны желательно с вашим почти двойником где-то покататься по другим точкам, а вы должны выйти на точку встречи, которая не зависит от вас, не забыв хотя бы ради приличия переодеться, сменив форму одежды. Тогда ваша встреча пройдет хотя бы более-менее безопасно. Спасибо большое за комментарии.